В этом мы сегодня поговорим о том, когда человек только что, да, каждый из вас это рассказал, когда у нас нет силы, когда нам ничего не хочется делать, когда мы думаем, что как-то оно должно быть само, потому что я захотел. Пирожное, ровно штрих писать, классно говорить или получить достойную работу. Вот, если мы с вами выйдем извне, из себя, да, из своих сценариев, кино и всего прочего, и посмотрим на мир, который вокруг нас, там есть люди. Вспоминайте конфликты, откуда у нас берутся, да, почему довольны, недовольны. Так вот, есть две категории людей. Мы все хотим, но есть те, которые хотят, у них что-то получается, и мы видим проявленные их результаты. И наша жабенья, она прямо из себя выходит. И есть те, которые тоже хотят, но по какой-то причине у них ничего не получается. Наблюдали? В компаниях, я не знаю, в группе людей, где бы то ни было, всегда есть тот, который молча делает, и тот, который много говорит и ничего не делает. Но заявляет очень крутую позицию на тему того, что да, я действительно хочу, да, это вот, да, я все сделаю, да, будет в самом лучшем виде. В чем разница? Разница, она на самом деле очень удивительная. У нас есть, вспоминайте, замысел. И есть какой-то период жизни, который мы до этого момента, когда рот открывали, уже прожили. Замысел, тот сценарий, который мы несем по жизни, и тело наше проявляет его в действиях и в поступках, имеет основу. Вот у одних людей основа «я хочу», значит, мне нужно этого достичь. То бишь преодоление того, чего я не умею делать и чего я не знаю, как сделать. А все остальные, они тоже хотят. Но у них есть такая патологическая любовь к себе, патологическая жалость к себе. «Как же я буду утруждаться-то? Как же я буду, когда кто-то должен мне это сделать?» Как правило, мы всегда падаем на самых простых задачах. Потому что сложность задачи — это в количестве простых действий. И как только человек начинает рассказывать о том, что надо подумать, надо с кем-то посоветоваться, надо где-то что-то проштудировать, у него нет причин и следствия наработано как модели поведения. Нет образа построения, а есть кто-то, на кого это можно все переложить, сподвигнуть, смотивировать, заставить, обмануть, принудить. Любой способ для того, чтобы этот человек за меня сделал тот результат, или то положение вещей, в котором я хочу уже просто быть. Ну, условно, два шага сделал, и я уже там. На сегодняшний момент, то, что я вижу, количественные и качественные характеристики людей, они еще стали емче в плане тех, которые хотят за чужой счет. Так вот, когда у человека нет внутренней потребности, такого очень устойчивого желания чему-то научиться, а научиться что-то делать можно только в том случае, когда я должна разобраться, то бишь, знать должна, как это делать. А у нас сейчас 90% людей придумывают себе красивое кино, которое, по их мнению, должно само по себе как-то воплотиться в жизнь. Ну, само по себе понятно, ничего не воплощается, значит, должен кто-то за меня это сделать. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok